Интересные часы. Не знаю, правильно они работают или нет. Что у нас еще есть интересненького, кроме них? У нас есть волосач в процессе упарывания. У нас есть уже почти законченная бутылочка. Джека. Просто прекрасные виски. Супер, просто супер. Ну а вообще, у нас сегодня шикарный анбоксинг в охрененном конференц-зале. Рома, ты будешь делать анбоксинг? Буду. Ну давай муки. Нож. Бенчик. Бенчик. Что за посылка? Посылка. Посылка с Японии. С камушками. С супер. С хорошими, очень хорошими годниками. Давай бомби. Мы надеемся, что они хорошие. Ну да. Но пока ты открываешь, я добавлю, что это был пробный заказ в одном онлайн-магазине. И пришлось довольно долго ждать, потому что это такая контора, где в наличии есть очень мало наименований различных камней. То есть выставлено на сайте у них очень много всего, но при заказе они не гарантируют, что все есть в наличии. И там нужно до двух, иногда до трех недель. Вот мы почти три недели ждали, пока это все хозяйство упакует и отправят нам. Ну, пришло довольно быстро, в течение двух недель и, ребята, нормальные. Давай, Рома, я уверен, это неинтересно. Бумажки какие-то, вот эти вот, маршмеллоу поролоновое. И поэтому, ну, в какой-то мере этот вот заказ, именно сами камни могут показаться такими немножко разрозненными. Но тут кое-что взял себе Рома, кое-что взял я, как бы, из... Бутылочка. Кстати, да, этот парнишка, который хозяин этого магазина, говорит, что он такими бутылочками пользуется именно для смачивания камней, вот, в процессе работы. Ну, это для виски будет. Для смачивания горла в процессе работы. Джек. Это круто. Это сейчас не какая-то реклама алкоголизма там или что-то. Я просто хочу, чтобы люди поняли. Ну, те, кто знает, насколько это просто вкусный и классный напиток, они меня поймут. Давай к камням вернемся. Возвращаемся к камням. Ну, давай. Что это за камень? Я не знаю, ты раскручивай я там. Я знаю, что должно быть. Эти. В общем. Давай, ты что, упоротый? Да. Не, еще нет. О! Это шаптон. Это твой. Шаптон мой? Твой, да. Ну, давай, там, что там, сдирай с него клеенку. Стояй, подожди. Что ты такое? Ты как, ты как это, как пенсионер какой-то. Все это складыш, ты это заберешь, потом домой, наверное, все. Да, и вот эти поролоновые штучки, окошки мои. Вот этот вот камушек, который сейчас Рома достает. Это мой. Вот он, ну, по крайней мере, у меня вызывал отдельные интересы. До сих пор вызывает сейчас. Мне очень будет интересно на него глянуть. Это камушек от компании Suihiro. Шаптон из линейки Ньюсерок с гридностью 400. Ну, что ж. Давай. Мне, кстати, интересно посмотреть эта вот подставка. Она там приклеена намертво или нет? Это, ну, лично для меня... Тут? Лично для меня важно, да, да, там. Потому что шаптон, он вообще без подставки. Пока что ты там возишься, я покажу шаптончик. Это шаптон, так называемый Glass Stone. Можно увидеть. Гридностью 320. У меня уже есть камень 120-й гридности. И он не то, что... Как бы, я не могу сказать, что он там взорвал мне мозг. Но он вызвал определенный интерес к тому, чтобы попробовать какие-нибудь последующие гридности. И, в частности, меня интересуют, как бы, и грубые камни тоже. Потому что часто приходится стачивать большие какие-то сколы и выбоины на РК после моих тестов. Всякое бывает. Ну, что там? Ну, вот тут запакованный весь, заклеенный. Еще там что-то заклеено? Запакованный, блин. Оп, есть. Здесь еще. Ну, вот такая штука здесь. Здесь все на японском досконально объяснено. Да. Опа, вот оно. Читай, не хочу. Как говорится. Что там? Вот оно как работает. Давай, я надеюсь, ты справишься с ним. Давай. А, здесь наклейка держит будет. Ну, давай. Так. А, вот как эта тема. Он приклеен к этой штуке? К этой он приклеен, да. И, кстати, приклеен так нехиво. Но здесь же то, что... А, это специальная ванночка такая. То есть его можно мыкать. А потом достаешь и... Слушай, прикольно. Кстати. Что там, ножки какие-то есть? Нет, и поставлены. А, сами вот эти вот... Резиненные. Вот это все, эта резина. Вот это вся эта нога. И одна и вторая, эта резина. Намертво стоит. Стол шатается. Круто. Да, камушек. Опаньки. Приехали. Да, небольшая царапина там. Да, я пальцем ее чувствую. Ну-ка, убери палец, я засниму. Ну, Рома, это хрень. Ну, все равно неприятно. Хотя, в принципе, что? Сточится. Ну, это вот, насколько я знаю, это какая-то керамика. И... Ну, камня интересная такая поверхность, даже на ощупь. Что там? Да, вот так вот надо проверять ровность камня. Не, он... Блин. Он, типа, вот тут вот, где... Чем ближе к концу, он светлее. Если посмотришь, сам посмотришь. И неравномерно. То есть, он такими, как пятнами. Ну, это так, это фуфло. На самом деле, он... Если так тоже посмотреть, то он заполирован в зеркало просто. Не, ну, тут есть какая-то линия такая... Как хохомон какой-то такой. Вот здесь, здесь лучше всего видно. Где? Вот здесь. Да, ну, это... Ну, это хрень. Я даже не знаю, что тебе сказать. Не, ну, я не знаю. Может, там что-то... Дай-ка эту бутылочку с водой, да? Зачем? Да-да-да-да. И камень, да? Давай посмотрим, как он... Чисто буквально капельку воды нальем. Посмотрим, впитывает он или нет. Оп! Блин! Ушло! Да, пацаны, это не че зеро! Ну, смотри, камень... Не-не, это ничего в этом плохого нету. Фух! Ушел. Не, ну, этот камушек нужно замачивать, и поэтому... Он в ванночке... Поэтому понятно, да, почему он идет с вот этой вот своей ванной. То есть, все, водичку пьет нормально. Хоть это и керамика, но нужно иметь в виду. Ну, отлично, отлично. Дальнейшее использование покажет. Ну, давай, бомби шаптом. Аккуратно, это ж мой. И шо? Не, я ржу. Давай. Ну, ты, однако, и заказал. Тяни, тяни, это прикольная тема. Ты че? Это... Ё-моё, это инструкция. Ты че? Тебя показать, проинструктировать или че? Да, поверхность у него, конечно... Поверхность у него позлее, чем у моего. Не, ну, позлее, но она по своей какой-то однородности мало чем отличается от какой-то пожмаканной газеты. Ё-моё, че это такое? Так, это у нас... Это абразив. 320-й, размер микрон в микронах, то есть, размер зерна 45.94 микрон. Ну, вот это вот стекло, оно, по идее, должно гарантировать плоскостность. По крайней мере, первично. Да подожди, блин. Да подожди, я хочу воды налить, же надо было. Давайте посмотрим. Вот этот камень, по идее, воду не должен впитывать вообще. То есть, все должно стоять у него на поверхности просто. Опа. Вот так вот. Слушай, вода прям как желе стоит. Охрендос. Прикинь. Ну, нормально, смотри. Как бы... То, что называется сплэшн гоу. Круто, круто. Ну, даже, блин. Ой, где у нас тут полотенечко? Ну, шо. Давай теперь я буду бомбить мой главный камень. Вся надежда на него, на. Снимай. Ты меня, меня снимай. Я сейчас всех сниму. В общем, давай. То были, конечно, супер классные, интересные камни, но, как говорится, шутки в сторону. Вот это камень, которого мне, ну, просто не хватало. С какого-то момента я почувствовал, что мне не хватает именно вот такого камушка. Стоит он, конечно, не кисло. Но его собратья, более маленькие погребности, мне кажется, они достаточно показали мне и убедили меня в том, что стоит, наверное, заплатить эти деньги, чтобы получить хороший, ну, такой, доводочный камень. Чазера. Чазера. Пятитысячник. Так, нагурка. О, отлично. Без подставки, как я и просил. Ух, красавчик. Этот камушек... А ну дай. Этот камушек дополнит... Ого! Фигда себе. Вообще так, как... Не знаю, как стекло. Стекло бы. Этот камушек дополнит мой набор Чазер. То есть, на данный момент это 400, 800, 2000 и 5000. Конечно, хотелось бы 10-ти тысячник, но не всё сразу. И, несмотря на то, что Чазера рекламируется как камушки, которые тоже не очень пьют воду, Пятитысячник всё-таки пьёт её больше. Вот можно... Больше чем там 400, который ничего не впитывает. Сейчас я протру воду. Вот здесь вот пятно видно такое, что оно уже впиталось. Так видно, что ты протёр, оно осталось всё вода. Да, 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 вот он как бы всё впиталось как бы. Если вот этот вот глаз-стоун протереть, то нет смысла, оно просто так развозится. Здесь видно, что водичка-то впитывается, и камушек нужно замачивать и сушить. Всё чётко. Ну-ка. Давай немножко. Забомбим. Попробуем. Подожди, подожди. Стой, стой. Подожди. Сейчас. Рома, ты что упоротый? Да, фокус. О, всё, давай. Да. Я просто хочу немножко. Давай-давай. Ух ты. Смотри, уже сразу шлейф такой. Звук, звук очень агрессивный. Сразу остаётся вот эта чернота. Суспенсия. Камень просто недостаточно надёжно стоит. Такая, как бы, этот бенчик по-любому нужно будет скоро точить. Поэтому, на моим попробуй. Можно делать разные эксперименты. Ну, блин, металл снимает, слушай. Китайскую сталь он жрёт просто как это. Интересно. Ну, 320, есть 320. Что тут скажешь? Да ты думаешь, там что-то будет видно? Конечно, конечно. На iPhone снимают ещё. Это же iPhone. Что, расскажи впечатление, как он сталь жрёт? Не, ну, я думаю, если вы услышали этот вот звук, когда клинок идёт, вот поэтому такой хрустящий такой вот, ну вот, такое вот впечатление. Естественно, здесь связка, по-моему, не стекловидная на этой керамике. Но всё равно вот это вот присутствие стекла оставляет ощущение того, что вот какие-то частички прям стекла здесь и прям оно так хрустит, как прям, не знаю. Интересное ощущение. Естественно, ну, как бы никто не обольщается. Эти камни, ну, я не видел ни одного специалиста, чтобы сказал, шаптон, глаз, стонс, ребята, это самые там крутые камни. То есть, ни в какой из гритностей я такого не встречал. То есть, я не слышал такого ни о тысячнике о ихнем, ни о каких-то мелких доводочных камнях. То есть, 30-ти тысячник может быть, ну, как бы за 300 баксов, как бы далеко не все бегут его покупать. Но меня порадовало, во-первых, что та же Чезера останавливается на 400-м камне, а шаптон, как бы, опускается аж до 120-й гритности. То есть, грубые камушки, как оказалось при, ну, каком-то моем небольшом поиске, когда мне понадобилось, то есть, далеко не у всех фирм есть внятные именно вот какие-то синтетические, керамические именно камни грубой гритности. Ничего такого нет. То есть, все вот эти непонятные кинги, которые вырабатываются буквально за два прохода. А вот Глаз Стоун реально порадовал. Это я могу сказать. Вот этот вот камушек, конечно, красавчик. Прямо в натуре красавчик. Роман, надо бомбануть подниму немножко. Думаешь? Да, я думаю. Ну, давай. Надо попробовать. Сделай ему баночку, пусть постоит немножко. Слышь? Да ща вот, ну. Так как ща оно все исчезает там. Мне ровно два раза провести мне этот вот звук услышать. Не бойся. Я слышал, что эти Ньюсераксы, они, в принципе, склонны к засалению. Ну, к засалению склонны вот камни, которые хорошо пьют воду. Ух ты. А звук, звук-то. Знаете, я что-то мне прям хочется сказать. Я часто точу на Чозере 400. И этот камень гораздо мягче работает. На Чозере, когда точишь, такой прям хруст стоит. Этот снимает металл очень-очень агрессивно. Очень агрессивно снимает металл. И не засаливается ли он это? Не, ну, смотри, сейчас он сухой. Если на сухую любым камнем как бы бомбить, так будет засаливаться. Слушайте, он, блин, вообще-вообще прям… Да, ну, он прям по звуку слышно, он вообще мягко идет. Мягко идет, как-то непонятно. Это, по идее, керамический камень, он форму должен держать хорошо, не должен вырабатываться. Такой микросерреторчик навели тут. Подожди-ка секундочку. Давай посмотрим, если… Если он что-то режет. Он мокрый, блин. Что-то присутствует, тут какая-то непонятка. Он так вот на ноготь, ну прям… Жутко, жутко острый. Злой-злой микросерретор сейчас. После этого 400-го камня. То есть, этот камень был на заводской заточке вот сейчас, до того, как мы начали анбоксинг. И был подправлен мной там, ну, пару раз на спальской керамике. То есть, здесь плюс-минус заводская заточка была. По возюков им на вот этих грубых камнях мы получили… Мы ее снесли 100%. То есть, вот саму кромочку снесли, но сформировали что-то не менее хорошее. Слушай, мне нравится, мне вот этот камень понравился. Он красавчик. Прям… Прям… Ощущение очень приятное. Не знаю… Шаптон – вот это грубый такой вот кирпич. А вот это… Такой вот камень со стилем каким-то, не знаю… Прям… Ну, пока что Суехиру только удивляют, не? Слушай, Суехиру вообще я как бы… Как-то раньше… Чазера, Чазера, Шаптон, там, туда-сюда… На последнее время вот я сталкиваюсь, что с бюджетными камнями Суехировскими, что вот с вот такими уже продвинутыми Сераксами. Я вижу, что это очень серьезная фирма. Они молодцы. Они молодцы вообще. И стоит этот камень… Мы забыли сказать. Чазера 400-ая сколько стоит? Где-то 67 баксов. Это в Америке, в самом дешевом магазине без пересыла. Без пересыла. То есть, пересыл за один такой камень, он весит что-то там около 1 килограмма. Это еще баксов 40. То есть, считайте. А вот этот камень, он тоже керамический. Видите, он пьет воду, ну, гораздо более интенсивно и все. То есть, понятно. Но, насколько я понял, он менее устойчив… Ну, то есть, более устойчив к перепадам какой-то влажности. То есть, его можно хранить полностью в воде. Вот. Вот. И стоит он… Его цена была из Японии 26 баксов. 26 несчастных баксов. Ньюсерок с 4 сотой. Это… Ну… Это подарок. Как бы… Ну, я сейчас, конечно, может быть так громко говорю. Вот. Ну, его надо погонять, конечно. Но, в принципе… Ну, это камушек за 26 баксов, Рома. Как бы… Ну, это находка. Ну, мы уже тысячники сравнивали, ты помнишь, результат. Тысячники, да. Мы сравнивали Суэхиро против базовой нанивы. Угу. Суэхиро выносит на ниву просто в одни ворота. Как… Как молодую. Как молодую просто вообще. Отличный камень. По цене… Это вынос мозга. Это вынос мозга. Это вынос мозга. Вот эти камни. Просто супер. Ну, что. Всё. О! Чё ты тянешься? Ты же уже упоротый. Мне мало. Вот дай тебе ещё. Мне мало. Я на работе, мне можно. Да? Ну, давай, бомби-ка. Хе-хе. Хе-хе. Ладно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Сколько там времени прошло? Там, наверное… Минут двадцать пять и секунд сорок примерно. Двадцать пять минут. Ну, я надеюсь, какую-то крупицу информации, может быть, с наших впечатлений вы получили. Ну, как бы, отличные камни, как бы. Все три, я уверен, конечно, хорошие. Ну, каждый послонник свою херу отдельно порадовал. Просто красавчик. Всё. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Бай-бай.